Сказочное убранство весом 4 тонны. Эту каскадную световую конструкцию привезли сюда три длинномера и один ЗИЛ. Пока задумка дизайнеров только воплощается в жизнь. Сотрудники Самара Горсвет монтируют металлический каркас, по нему будут спускаться алюминиевые конструкции в виде волн. На них установят светодиодные ленты длиной 200 метров. По словам специалистов, масштаб проекта поражает. Эта инсталляция одна из самых больших, которые когда-либо монтировали в городе. Более такой, обширный, масштабный, более большой при установке. И довольно сложный при установке. Конструкция тяжелая. Но интересно, конечно, как это будет все выглядеть. Уже поскорее бы зажечь это все. Светящиеся снежки, пирамиды и волны придумали дизайнеры из Санкт-Петербурга. Фонтан получится не только красивым, но и энергоемким. Что соответствует требованиям программы «Умный город», который реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Несмотря на внушительные габариты, световой фонтан будет потреблять всего 300-400 ватт, как четыре лампы накаливания. Праздничным сиянием склон площади Славы озарится уже 15 декабря. Горожане такого не видели. По размеру он очень большой. Видите, он 200 с лишним метров длиной, шириной более 10 метров. И будет очень красивый. Пока это просто заснеженный склон. А в скором времени он превратится в сказочный сияющий дворец снежной королевы. Вот такой светодинамический фонтан будет привлекать внимание горожан. Новогоднее настроение уже появилось у самарцев, которые внимательно следят за преображением города. Украшения создают праздничное настроение. Это приятно для жителей и гостей города. Проезжала трамвай после музея Лабина. Там тоже матрешка такая красивая стоит, снеговик на санках красивый. Все светящее создает хорошую атмосферу. Говорю, сейчас вот на деревьях светодиоды прям гулять хочется. Так что у нас вообще в самом деле молодцы. Площадь Куйбышева вообще молчу. Молодцы. Всеми новогодними цветами самара засияет в ближайшее время. В большинстве районов города украшения уже смонтированы. На площади Куйбышева осталось собрать резиденцию Деда Мороза. После этого и там зажгут праздничные огни. Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова